Например, ну скажем, да, может ухудшится зрение, или нарушится речь, или вот говорят о том, что ребенок, скажем, рос и развивался до определенного возраста абсолютно нормально, и вдруг случилось что-то, что привело к откату. Знаешь, что случилось? Случилось то, что по каким-то причинам нарушился обмен спинно-мозговой жидкостью между желудочками вследствие каких-то нарушений в этой системе, соответственно, какому-то центру коры головного мозга, ну, допустим, центру речи, стало повышение, сказалось, повышение внутричепного давления на нем. И ребенок перестал говорить, потому что центр речи не выдержал от этого давления, он не способен работать в условиях повышения давления. Продолжаем разговор о крайне-сакральной системе, и сегодня давайте вспомним анатомические структуры, которые являются частью крайне-сакральной системы. Первое – это оболочки головного мозга. Сегодня мы о них поговорим более подробно. Значит, дальше. Второе – это костные структуры, которым крепятся оболочки головного мозга. Третье – это структуры соединительной ткани, которые связаны с оболочками головного мозга, и, соответственно, тоже являются частью крайне-сакральной системы. Значит, дальше. Спинномозговая жидкость. И последний момент – это структуры, которые связаны с выработкой и всасыванием спинномозговой жидкости. Теперь вернемся к оболочкам головного мозга. И первая из них – самая внутренняя оболочка. Это мягкая оболочка головного мозга или мягкая мозговая оболочка. Называется она по латыни пиа-матер. Пиа – мягкая, матер – оболочка. И достаточно хрупкий элемент, наполненный большим количеством кровеносных… Что-то не успел. Мягкая оболочка, как называется по латыни? Пиа – пиа-матер. Пиа – одно слово, матер – другое. Значит, пронизано большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов. И прилегает плотно к самой ткани головного мозга, то есть ткани полушария. И полностью повторяет ее изгибы. То есть изгибы ткани головного мозга, изгибы коры. Значит, средняя мозговая оболочка – это паутинная мозговая оболочка. Или арахноидеа, от слова паук. Арахноидеа – латинское название. Это оболочка. Средняя, тоже достаточно хрупкая и пронизанная сосудами. Она отделяется от мягкой мозговой оболочки посредством различных пространств. То есть она как бы похожа на такую своеобразную сетку, паутину. Поэтому отсюда ее название. И вот эта паутинная оболочка свисает между твердой и мягкой мозговой оболочкой в виде такой сетки. И между слоями и между волокнами паутинной мозговой оболочки и между паутиной и мягкой, паутиной и твердой есть определенные пространства, которые заполняются пенномозговой жидкостью. Паутинная оболочка не примыкает к никаким тканям. Она просто крепится как бы с двух сторон. И благодаря такому устройству и благодаря тому, что эти пространства наполняются жидкостей, это дает возможность независимого движения самих оболочек. То есть они абсолютно не связаны с особенностями движения, особенностями изгибов коры. Вот когда какие-то воспалительные процессы возникают, скажем, в коре головного мозга, то оболочки не всегда оказываются задействованы. И наоборот, если возникает воспаление оболочек, но в частности, если мы говорим об инфекционных заболеваниях, это такое заболевание, как менингит или арахноидит, это воспаление чисто паутиной оболочки, то кора головного мозга до определенного момента не является задействованной в этих воспалительных процессах. То есть у специалистов, занимающихся лечением, есть шанс, скажем, тогда вылечить вот эти воспалительные процессы до того, как будут вовлечены в структуры коры головного мозга. Аркадий, вопрос. Какова толщина этих слоев? Слоев, в смысле оболочек, ну, это несколько миллиметров идет. Речь порядка двух, трех, пяти миллиметров. Каждый слой, да? Да, конечно, каждый слой. Нет участка головного мозга, который был бы без оболочек. Вот сколько мозга есть, столько и оболочек присутствует. Говорить о объеме, который составляет пространство, невозможно, потому что оболочки не идут слоями. Слоями идут практически мягкое и твердое, а паутинное, она лежит между ними. Поэтому, причем лежит, как бы опускаясь, как заново, сверху вниз. И пространство располагается, как, ну, вот, складки в занавесе, в театре, допустим, да? Вот, между ними они идут сверху вниз, они идут горизонтально, поэтому они идут, как бы, наискосок немножко, да, закругляясь. Они достаточно произвольны, поэтому измерить их глубину, объем невозможно, потому что они не являются застывшей структурой. Вот, допустим, толщину оболочки мы измерить можем. Вот, а глубину вот этих пространств измерить невозможно, потому что они не фиксированные. Речь идет только о глубине желудочков может идти, потому что это вот эти фиксированные моменты, это те резервуары, которые достаточно стабильно присутствуют в организме. И нарушение вот этих, этого наполнения, оно и дает вот ту клинику, о которой мы будем говорить. Поэтому и на это мы можем воздействовать, в том числе работая крайне сакральной терапией и остеопатии. А вот на, скажем так, заполняемость пространства и цистерн мы воздействовать практически не можем. Мы можем менять давление жидкости на них, но не на их объем. То есть объем у них, как бы, от нас не зависит. Зависит только давление. Итак, вернемся к оболочкам. Вернемся к твердой мозговой оболочке. Это называется она по латыни дура матер. Тоже два слова дура. Первое – это твердая, матер – это второе. И эта оболочка, она плотно дура матер. Дура – это твердая по латыни. Поэтому, когда мы… То есть это все очень… оба слова звучат… Ну, так надо просто перевести. Поэтому, когда мы говорим дура, мы подразумеваем, ну, твердолобость или вот какое-то вот такое. То есть оттуда оно пошло? Да, оттуда оно пошло. И оно имеет совершенно определенное значение. Но аматор в данном случае – это оболочка, потому что она тоже пошла от, как бы, начала материнского. То есть все мы выходим из материнской оболочки. Поэтому так это и называется. Значит, твердая мозговая оболочка прочно соединяется с костями черепа. То есть она является как бы тканью, которая выстилает кости черепа изнутри. И между костями черепа и твердой мозговой оболочкой нет пространства в норме. Поэтому спинномозговая жидкость, когда достигает твердой мозговой оболочки, она, собственно, и осуществляет первый такой вот элемент давления, который, поскольку это речь идет о твердой ткани, которая не расширяется и никуда не девается, имеется в виду костная ткань, то твердая мозговая оболочка, она достаточно представляет собой жесткую соединительную ткань и благодаря этому может возникать давление на твердую мозговую оболочку. Теперь, значит, мы говорили о том, что внутри, между оболочками, внутри коры головного мозга есть различные системы пространств, и одна из важнейших систем пространств, вот полостей в коре головного мозга – это желудочки, то есть это пространства, которые определяют, собственно говоря, элементы хранения и скопления спинномозговой жидкости. Желудочков в головном мозгу четыре. Два из них, первое и второе, являются боковыми, то есть они располагаются по бокам. Третья и четвёртая располагаются по средней линии, сверху вниз, третья и выше, четвёртая ниже, он самый низкий. И эти желудочки, они соединены между собой. В частности, третий и четвёртый желудочек соединены таким пространством, такой трубочкой, которая называется «Сильвиев водопровод» по имени Сильвия, то есть римского анатома, который это, собственно говоря, и открыл. Его звали Сильвий, типично римское имя, соответственно, водопровод назвали Сильвиев. И таким образом эти желудочки сообщаются между собой, и жидкость курсирует между желудочками. Но сообщается между собой не только третий и четвёртый желудочек, но боковые тоже. В частности, третий желудочек соединяется с боковыми путём отверстия. То есть если водопровод – это такая трубочка, идущая сверху вниз, то… Ты это знаешь, в курсе? Да, да, да. Ну, замечательно. То есть ничего нового не открываю. Ну, уже что-то есть. Вот, то третий верхний желудочек соединяется с боковыми. Там есть отверстие, то есть дырочка такая, это называется отверстие Монром. Вот. И отверстие, которое связывает четвёртый желудочек с пространством паутинной оболочки. Вот почему невозможно сказать глубину пространства, потому что они специально с друг другом связаны. Значит, отверстие, связывающее четвёртый желудочек с пространством паутинной оболочки – это отверстие Лужки. Это всё фамилии Монро, Лужка – это пишется с большой буквы, потому что это фамилии анатомов, которые это открывали. Так вот, что получается? Получается, что обмен жидкостями является постоянным, и жидкость перетекает из одной полости в другую, создавая стабильность давления. И вот здесь возникает, очень часто возникает возможность создания проблемы. А именно, когда по каким-то причинам эти отверстия или этот водопровод сужаются, и вот тогда возникает проблема, связанная с застоем жидкости. То есть она не может протекать с той скоростью, что ж не давит, и сейчас он присланет ко мне, какая скорость. Значит, вот скорость обмена жидкости спинномозговой между вот этими пространствами, она замедляется. И как, ну понятно, да, сужается диаметр этих отверстий, и скорость замедляется. Соответственно, в этот момент возникает повышение внутричерепного давления со всеми утекающими отсюда последствиями. То есть клинически это проявляется в виде головной боли раз, во-вторых, проявляется в любом каком-то дискомфорте, а именно повышение внутричерепного давления оказывает давление практически на любой, может оказывать давление практически на любой центр коры головного мозга. В зависимости от этого возникают клинические проявления. То есть это не обязательно чистая головная боль. Это может быть нарушение практически любых функций нашего организма, связанных с работой центральной нервной системы. Именно тот центр, который страдает от повышения внутричерепного давления, он дает клинику. Ну, например, скажем, центр, который осуществляет регуляцию мышечного тонуса в стопах, например. Ну, как пример, который чаще всего у нас возникает. И в этой ситуации ребенок, поскольку мышечный тонус повышен, он будет ходить на цыпочках. То есть проблема, причем, когда начинаем работать и начинаем стабилизировать давление, это достаточно быстро прекращается. Как только мы заканчиваем, и процесс возвращается через какое-то время, клинические проявления начинают снова сказываться. Или наоборот, скажем, мы убрали проблему с этого центра, но следующий спазм, приводящий к повышению внутричерепного давления, задевает другой центр. И, соответственно, клиника будет другая, которой у ребенка раньше не было. И это не потому, что мы работаем, а потому, что так устроена кора головного мозга. То есть, например, ну, скажем, да, может ухудшится зрение, или нарушится речь, или вот говорят о том, что ребенок, скажем, рос и развивался до определенного возраста, абсолютно нормально, и вдруг случилось что-то, что привело к откату. Знаете, что случилось? Случилось то, что по каким-то причинам нарушился обмен спинно-мозговой жидкостью между желудочками вследствие каких-то нарушений в этой системе. И, соответственно, какому-то центру коры головного мозга, ну, допустим, центру речи, сказалось повышение внутричерепного давления на нем. И ребенок перестал говорить. Потому что центр речи не выдержал от этого давления. Он не способен работать в условиях повышения давления. Что-то там давить на мозг. Да, конечно. Она получается в одном полушарии. Конечно. В одном желудочке может больше быть давления, в другом меньше. Конечно. У нас получается вход в эти цистерны через это, да? Через что происходит? Вот он происходит через отверстие, которое я назвал. Это отверстие, благодаря которому общаются желудочки друг с другом. Вот. И если, скажем, в одном же... Вот смотри, в норме. Все открыто, да? Спинно-мозговая жидкость поступает в кору головного мозга по вот этой системе, да? Краниусакральной. Дальше наполняются желудочки. И по мере того, как они наполняются, поскольку идет снизу вверх, сначала идет четвертый, потом третий, потом в первый и второй. И потом уходит в межпаутинное пространство. И дальше заполняется по всей коре головного мозга между паутинной и твердой мозговой оболочкой, паутинной и мягкой. Все эти пространства постепенно заполняются, поскольку это идет нормально, давление стабильное. И дальше спинно-мозговая жидкость всасывается в лимфатические сосуды и уходит в систему лимфотока. А дальше поднимается опять все то же самое. То есть благодаря стабильности вот этого движения, это называется крайнеусакральное движение вот этого, да, работа, благодаря вот этому стабильности, этому движению, давление достаточно стабильное. Как только что-то нарушается в этой системе, ну, например, сужается сильвиев водопровод. По каким-то причинам? Это же отверстие в том числе обладает возможностью сужаться, расширяться. Там есть мышечные оболочки, мышечные слоя. Вот. По каким-то причинам возникает экспазм. Соответственно, жидкость-то поднимается, движение осуществляется, а передача, переход из одного желудочка в другой уже затруднен. Соответственно, давление в четвертом желудочке резко начинает увеличиваться. Так оттока нет у жидкости, да? Она не уходит. Да, да, да. Она не уходит. Не отток вниз, а проток вверх, как бы, да? А селив водопровод, это получается, он, через селив водопровод, заходит в жидкость, да? Через селив водопровод жидкости четвертого желудочка идет в третий. А, вот так. Да. Вот этот водопровод, вот он, как бы вертикально идет, да? Вот, а если я разворачиваю, у нас получается здесь отверстие лучки из третьего в боковой, и здесь отверстие, как его зовут-то, господи, Монро. Из Монро из четвертого тоже в боковые, да? То есть они идут вверх, и они идут в бок с одной стороны, и в бок с другой стороны. И дальше уходят в межоболочечные пространства. И дальше идут в лимфатическую систему. То есть то, что дальше, как бы, это проблема уже других органов и так далее. А вот здесь, вот эти отверстия, как только на каком-то этапе сужаются, значит, в каком-то из желудочков давление растет. Если закрывается селив водопровод, давление растет в четвертом желудочке. Если закрывается отверстие, скажем, лужки, то давление может расти в тоже четвертом желудочке. Если Монро, то в третьем желудочке. А если по каким-то причинам лимфатическая жидкость не уходит или уходит медленнее в межпаутинное пространство, то тогда давление растет в боковых желудочках. Еще вот это я хотелось бы сказать. Вот. Это понятно, да? Теперь смотрите. Еще вопрос. Да. Это же не сам мозг желудочки. То есть мы говорим про поражение, что это влияет на участки мозга, которые, например, ответственны за какие-то другие функции. Совсем же, да. Получается, что создавая из-за затора какого-то из каналов, создается давление в одном из желудочек, и он давит на мозг, который находится вокруг. То есть как получается, что он давит именно... А тут другой центр. Значит, тут дело даже не... Тут два момента. Момент первый заключается в том, что осуществляется давление, а момент второй осуществляется в том, что нарушается питание. То есть жидкость поступает недостаточно. Получается, жидкость недостаточно получает уже весь мозг? Да. Почему же поражается определенный участок? Определенный участок поражается, потому что процесс идет как? Он идет так, и он распространяется везде, так же, как кровоток. Поэтому где-то недостаток и в каком-то центре, ну, представь себе, ручей, да, вода течет по руслу, а дальше расходятся, ну, по типу дельты. То есть рукава ко всем, ко всяким там грядкам, да, орошения, вот. И где-то получилось то, что вот эта вот жидкости стала меньше. Соответственно, в какой-то грядке не дойдет вода. То есть станет меньше. Кому-то дойдет, да, а куда-то не завернет. Не хватит. И вот той грядки, которая не хватит, она начнет засыхать. Другими словами... Это элемент случайности. Ну, согласно физике, как бы, если у нас есть труба, которую пережали, одна диаметра большого, вторая здесь, в каком-то, на каком-то участке уменьшает этот диаметр, а потом она опять большая, то давление дальше в проходящей трубе, оно такое, как в, это самое, пропускная способность вот этой вот трубы, она такая, как в маленьком. То есть получается, что давление, оно пошло уже одинаковое на все. Получается, что если идет какой-то зажим, то давление идет меньше, и получается, что до протоков каких-то дальних это не доходит. Это то, что я... Вот, да, так вот. Получается, что должны быть поражены нервы, то есть части мозга, которые более дальние, которые не доходят. Но это получается тоже равномерно. Нет, не равномерно. То есть, общий толчок, он определенной силы, и оно не доходит. Не равномерно, потому что дальше, как ты говоришь, снова диаметр будет такой, он не будет таким. Здесь мы говорим не о силе давления, а о количестве жидкости. О количестве, то есть, скажем... И скорости поступления. И скорости поступления. То есть, как только уменьшается жидкость, то ее течение скоростью становится медленнее. Конечно. И поступание в этой жидкости в мозговые отделы, оно тоже получается медленнее. Оно поступает... Ну, получается медленнее и меньше. Почему? Потому что процесс всасывания обратно не меняется, а процесс поступления замедляется. Соответственно, если уходит одинаковое количество, а поступает меньше, то, соответственно, количество вот здесь, в данном моменте, в данном сечении, тоже будет меньше. Логично. 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 Единственное, что я не понимаю, если у нас одинаково, у нас же мозг не меняется, у нас есть определенная структура вот этих вот ветвей. И как только идет вот эта вот прокачка, ну, предположим, она меньше достает, то у нас было бы всегда при меньшем давлении, которое... Ты хочешь сказать, что страдает все? Что страдает не то, что все, а у нас бы всегда страдали в первую очередь какие-то дальние там участки, до которых не достают. Значит, я объясню, тут дело немножко в другом. Тут дело в том, что активность коры головного мозга, она разная, в зависимости от того, какие функции выполняет центр и их востребованность. Например, если мы говорим вот о той структуре для ребенка, который еще не начал ходить, ну, скажем, три месяца. Это еще не развит это. Конечно, у него центры, которые отвечают за мышечный тонус ног, они просто не включены, он не будет работать, поэтому они не востребованы. А как только вот он встанет, эти центры захотят больше, потому что они начинают функционировать. А больше нету, поэтому там возникает спазм. Точно так же о речи. Мы не можем говорить о том, что поражен речевой центр у ребенка, который еще не говорит. Или наоборот. Ребенок, откуда откат? Ребенок начинает говорить, у него как бы увеличивает словарный запас, а в этот момент этот центр недополучает. И он что делает? Он недополучает уже изначально, когда есть проблемы. Конечно. Сейчас, когда у него есть трекленно больше, оно не хватает. Ему не хватает. Ему не хватает. И он что делает? Он не просто развивается обратно, а он вообще закрывает. И ребенок перестает говорить. Еще один вопрос. Какая нам, если мы говорим о вот этой вот пропускной способности, то какая нам разница, какой желудочек не работает? А, так это мы еще не договорили. Здесь зависит, ситуация зависит от того, что полушария нашего мозга работают по-разному. Левое и правое, соответственно, разные центры функционируют по-разному. И здесь все зависит от того, какому полушарию не хватает. Значит, о чем мы говорили? Получается, что левое и правое полушария, оно работает по-разному, в каком плане. Левое – это рациональное, то есть это полушарие, которое мыслит, которое является критикующим фактором. То есть там находятся центры, которые определяют работу организма. То есть слух, речь, зрение, движение. То есть если страдает левое полушарие, то ребенок будет, скажем, в гипер- или в гипотонусе, в центры мы берем. Соответственно, правое полушарие – это полушарие творческое. То есть это эмоции, это, скажем так, психическое развитие, это творческая деятельность. Вот Аркадий, я другой, вам это все очень хорошо расскажет. Вот почему, скажем, да, вот пример с нашего центра, когда ребенок с детским церебральным параличом, и у него нарушена двигательная активность, то есть с пастикой и так далее, но голова при этом, то есть творчество, будет работать совершенно нормально, потому что поражена только одно полушарие, второе работает нормально. И наоборот, скажем, ну вот вернее не наоборот, а тоже, да, вот дети, которые, в которых, скажем, не говорят, нет общения, нет какого-то вот каких-то эмоциональных, да, моментов, но они очень четко, все вот так называемое, я терпеть не могу это слово, вот, но применимо, говорят, аутизм, да, то есть вот он не общается, у него нету творческого такого вот эмоций, общения, да, вот, но не очень четко, он очень четко знает, он занимает, скажем, всегда порядок, всегда все четко разложено по полочкам, всегда все четко упорядочено, все идет, как говорится, одно за другим, и когда кто-то влезает, мешает, да, у него начинается стресс, почему? Потому что он эмоционально не может это выразить, поэтому это возникает гиперреакция, то есть возникает там шум, крик, он прячется, он убегает, почему? Потому что он не может, правое полушарие не работает, не функционирует как надо, он не может эмоционально вот высказать, то есть сказать, типа, там, ты там вот такой, да, вот, не может свои эмоции, поэтому он их прячет, и получается, что это, ну, как бы, вот, заставляет его, чтобы не проявлять эти эмоции, он уходит, поэтому, вот, именно поэтому разница, это, что касается работы нашего полушария. Как я понял, да, и, то есть, понятно, да, вот то, что спрашивал в тот раз, как бы мы раскрыли, да, значит, как я понимаю, с учетом разговоров и вопросов, мы, наверное, со следующей лекции больше внимания уделим не сколько крайне сакрайной терапии, а сколько сочетанию крайне сакрайной терапии под углом специалистов, занимающихся нейрофизиологией, физиологией, нейробиологией, то есть, именно работы и деятельности коры головного мозга в норме патологии. То есть, мы, наверное, может быть, одно, а может быть, даже две лекции посвятим вот этому, чтобы у вас, как бы, уложилось, как-то все происходит. Ну, что-то по вопросам, которые вы мне задаете, значит, да, я думаю, нет возражений. Вот, да, значит, мы немножечко туда, в сторону, в это уйдем, и просто, как говорится, по разделам коры головного мозга пройдемся с целью понять, где что происходит, потому что, опять же, да, патология, которая возникает, признание этих моментов позволит нам определить участки, на каком уровне идет поражение, то есть, где не хватает вот того, о чем мы говорили сегодня. Да? Ну, вот, все тогда. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Очень полезно.